Всем привет! Аппетитная, вкусная и хрустящая шаурма Её можно приготовить дома И она будет гораздо полезней и безопасней Итак, какие продукты нам понадобятся? Для начала нам нужно порезать соломкой куриную грудку Берём куриную грудку Разделяем вот так вот её пластинками И нарезаем тоненькой соломкой Вместо куриной грудки вы можете использовать любое мясо Тоже так же нужно его мелко будет порезать После того, как мы нарезали курицу Её нужно поперчить, посолить И добавить приправу для курицы Можно и не добавлять Но с приправой вкус у неё будет интереснее И хорошенько перемешиваем Курицу с приправой, которую мы порезали Нужно теперь обжарить на растительном масле На сильном огне Для того, чтобы весь сок сохранился внутри кусочков мяса Будем обжаривать минут 5-7 Курица наша обжарилась Теперь нам нужно переложить её на тарелочку Чтобы она немножко остыла Капусту мы мелко шинкуем Морковь натираем на крупной тёрке Отправляем нашинкованную капусту в чашку Порезали капусту, натираем морковку Я буду делать это на крупной тёрке Кладём морковь в чашку вместе с капустой Наши овощи слегка присаливаем И разминаем Для того, чтобы они были более податливыми И дали сок Свежий солёный огурец мы режем соломкой Огурец можно нарезать по желанию колечками Также нарезаем солёный огурец Помидор нам нужно тоже нарезать соломкой Если соломка не получается, можно нарезать квадратиком Сыр натираем на крупной тёрке Из сметаны, кетчупа и майонеза у нас будет готовиться соус Берём 2 ложки майонеза 2 ложки кетчупа И 2 ложки сметаны Добавляем сюда чеснок, пропущенный через пресс Всё тщательно перемешиваем И осталось собрать шаурму Берём лаваш Смазываем его нашим соусом Для того, чтобы он пропитался Стал более мягким Ложим сюда листья салата Добавляем сюда капусту с морковкой Берём сюда Выкладываем мясо Можно прям вот так вот с тарелочки Полить сюда немножко масла, на котором жарилось Теперь ложим свежие огурчики Добавляем солёные огурчики Немного помидор Ещё немножко добавим сюда нашего соуса И присыпаем тёртым сыром И теперь мы заворачиваем Это нужно делать вот так Поджимаем с двух сторон И прям собираем Нашу шаурму Вот такая получается шаурма Перед подачей шаурму нужно прогреть с двух сторон На сковороде Маша домашняя шаурма уже готова Она получилась очень хрустящей, вкусной и ароматной Попробуйте сделать её своими руками Подписывайтесь на мой канал Пишите комментарии До новых встреч! Пока!